В другом месте на радио меня спросили где-то за рубежом, как опять же создать это процветание, каков же путь. Она сказала, ну дело в том, что люди не общаются со святыми, как же они будут развиваться. Ведущий, это не очень понравился ответ. Она сказала, что нам теперь ждать второго пришествия Иисуса Христа? Ну зачем ждать, сказал я, он же уже приходил, следуйте тому, чему он учил. Так появятся святые, те, кто последует, они будут святыми. Я не говорю сейчас про христианство или про что-то еще, следуйте священным писаниям, каким у вас лежит сердце, и ваша жизнь станет освященной. И вот так все начнет меняться. Учите своих детей, учите своих внуков, учите своих соседей, общайтесь с друзьями, привносите духовные знания. Все, что вам сейчас дорого для сердца, все, что вы сейчас получаете, отдайте кому-то. Никогда для себя не присваивайте. Не делайте из этого бизнес, чтобы я сейчас запишу, потом проведу свой семинар, заработаю деньги. Забудьте об этом. Деньги сами придут. Сами придут, еще вас искать будут. Да, и люди вас искать просто будут. Сами искать будут. Забудьте про это. Знания в сердце и сердце в сердце, и сердце в сердце. Вот она наша жизнь. Это биение сердца должно быть. Себе от себя, себе от себя. Это постоянно, это каждый день должно быть. Это наша жизнь.